Мы против диктатуры бетона, мы выбираем природу. С такими лозунгами молодежь города и общественники курорта пикетировали очередной многоэтажный объект. Его возводят на улице Учительской на Светлане, как говорят местные жители, незаконно. Мы как общественники Хосинского района считаем, что эта стройка небезопасная для жителей города Сочи. Мы считаем, что она здесь абсолютно не нужна, потому что здесь уничтожаются зеленые насаждения. Организация строительства, считают местные жители, не соответствует никаким нормам. Здесь даже не нужно быть специалистом. Видно невооруженным глазом. Стрела строительного крана с многотонными конструкциями буквально нависает над головами. Стройка идет рядом с дорогой, по которой за день проезжает и проходит сотни машин и людей. Татьяна Бугаева живет на Учительской больше 40 лет. Считает, на Светлане уже достаточно многоэтажек. Сейчас у нас засилие этих высоток, причем плотную к дороге, без парковок. Стройка идет по периметру участка. Вот представьте, сколько в этом домине квартир и сколько тут будет транспорта. Где он будет? Вот сейчас что творится. На улице Учительская многоквартирный дом начали строить еще в 2012. Общественники тут же забили тревогу. Были суды. Разбирательства закончились мировым соглашением между застройщиком и администрацией города. Перед проведением Олимпийских игр указанный объект капитального строительства имел высокую степень готовности и представлял собой семиэтажный дом. В связи с чем администрация города Сочи заключила мировое соглашение. В рамках данного мирового соглашения застройщиками указанного объекта были отремонтированы два муниципальных здания в Хостинском районе. Но условия соглашения было нарушено. Сейчас на объекте уже возвели 14 этажей. Похоже, строители останавливаться не намерены. Администрация Хостинского района уже направила письма в прокуратуру и полицию, городскую земельную инспекцию и краевой стройнадзор. И местные власти, и сочинцы надеются, что совместными усилиями все-таки удастся остановить стройку. Но пока здание растет и, судя по объявлению, здесь продолжают продавать квартиры. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.